Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Неслыханный сюрприз в виде плюсовой температуры, новая категория участников и хорошо знакомые имена в списке победителей. Такими были 21-е гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Традиционные гонки с праздничной и деловой программой, развлекательной зоной для зрителей стали брендом Неницкого округа. Благодаря прямой трансляции в сети интернета в атмосферу праздника смогли окунуться жители населенных пунктов округа, а также Архангельска, Москвы, Белгорода и других городов России. О самых интересных фактах на празднике скоростей и соревновательного духа в нашем материале. 21-е гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова начались традиционно. Регистрация, техосмотр, медкомиссия, пробные заезды. Традиционным было и количество участников – 56 человек. За последние годы цифра немногим превышает полусотни желающих. Открыли соревнования женщины. В этом году участниц было 11, что в три раза больше прошлогодней цифры. Борьба за первенство разгорелась между Еленой Стремоусовой, лидером гонки 2016, и многократной чемпионкой Анной Христолюбовой. Гонщица из Лабожского по праву считается лучшей по количеству побед. 10 первых мест за всю любительскую карьеру. В прошлом году Анна Христолюбова не попала даже в тройку победителей и, видимо, попыталась наверстать упущенную победу. Однако Елена Стремоусова сразу же вырвалась вперёд и не снижала позиций на протяжении всего заезда. Финишная прямая! Номер 12 лидирует Елена Стремоусова! Аплодисменты! Номер 12! На втором месте Анна Христолюбова, номер 13. Дважды триумфатор не скрывала эмоций и с удовольствием делилась впечатлениями. Восхитительно! Это было круто! Ну как трасса в этом году? В том году ты говорила, что мало тренировалась, буквально за один день приехала. Что в этом году было? А я в этом году дома сидела, каталась каждый день с Нового года, начиная на лыжах, в тренажёрку ходила на фитнес, на буране постоянно. Как бы не пересаживалась на импортную технику, потому что я знаю, что мне нужно подготовиться с углом кантом. А в этом году трасса воды, немерено просто утонуть можно. Всю тяжесть трассы ощутили на себе и юниоры. Новая категория в соревнованиях. По словам организаторов, это повышает шансы на победу для новичков. Хотя среди участников таковых было немного. Тройка претендентов на победу определилась сразу же. Кирилл Калий, представляющий телевизорку, Владимир Беляев из Макарова и Кирилл Чупров из Красного. Однако все три круга. Первым шёл сотрудник ОМВД Кирилл Калий. Расскажи, как тебе далась победа? Не знаю, сел, победил, не готовился. Вчера только с учёбы прилетел. Ну вот расскажи, как вообще готовился? Вчера прилетел и, получается, не тренировался? Вчера круг тренировочный проехал. Буран, брат, приготовил. Результаты заезда ветеранов могли быть пересмотрены. Один из участников срезал маршрут и пошёл по неверному пути. Однако судьи посчитали, неверный маршрут прошли все участники. Следовательно, результаты справедливы. Победителем признан Михаил Дёгтев. Прошлый год катался туда, тоже второй год катаюсь. Там мне повезло немножко, прокинулся, ничего. А так-то ничего, хорошо. Вот видите, второй раз и такая уже победа. Вы её вырвали, потому что соперники менялись, как я уже говорила. Вообще на снегоходе с какого возраста? Ну, я с 78-го года катаюсь на снегоходах. Ну, так ешь, а так-то в каменке всё проводим. Там катаемся 11 лет уже. Самыми зрелищными традиционно стали состязания мужчин в свободном классе. Сочетание сложнейшей трассы и скорости никого не оставляет равнодушным. В этой категории тройка фаворитов неизменно на протяжении последних четырёх лет. Андрей Вокуев, Виталий Стримаусов и Валерий Ижимцев. Тем не менее, в гонке 2017 в списке победителей новое имя. Владимир Кудряшов из Тельвиски. На втором месте Валерий Ижимцев. Замыкает тройку лидеров чемпион прошлого года Андрей Вокуев. Среди мужчин от 18 до 55 лет также небольшие перестановки. Шестую победу в карьере гонщика на снегоходах «Буран» одержал Алексей Попов. Представитель Макарова продолжает традиции отца. Василий Попов, многократный победитель первых гонок, стал чемпионом России в Казани. Дмитрий Ванюта поднялся на строчку выше и занял второе место. Александр Коткин – обладатель двух призовых автомобилей «Нива-Шевроле». Наоборот, позицию снизил и стал третьим. Пока болельщики смотрели, как гонщики рассекают волны на трассе, дети забавлялись в игровой зоне. Развлечения в этом году были самые разнообразные. Сегодня на празднике можно прокатиться не только на снегоходной технике, лошадях, оленях, но и на настоящей собачьей упряжке. А катает нас сегодня аляскинский маламут по кличке Марик. На празднике скоростей и драйва маламут Марик был не менее популярен, чем именитые гонщики. В упряжке эти собаки развивают скорость до 40 км в час. Сегодня Марик развлекал гостей один, но от этого энергии в нем только прибавилось. Их, если не заставлять работать, они начинают беситься. То есть для него это нормально? Да, для него это нормально, они специально гонщики. Насколько они выносливы, сколько они могут пробегать или какой груз? С хасками они тяговитые, они тащат груз. Хаски, их в упряжку обычно ставят вперед, чтобы они бежали, они скоростные. Но Марик у нас искал 180 кг спокойно. Гонки на снегоходах стали настоящим брендом Ненецкого округа. Ежегодно на соревнования приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Хороший праздник, хорошая традиция. Хорошо, когда много гостей, очень много гостей уже мы видели, приезжают к нам в город. Видели уже, специально приезжают уже в марте, в апреле, стараются приехать к нам в город, чтобы посмотреть именно на это выступление, на наши буранные гонки. Ни одни гонки не обходятся без концертной программы. Ритмичные и заводные танцы – неотъемлемая часть народных городских праздников. После гонок зрители не расходятся. Впереди еще один сюрприз – награждение победителей. Ежегодно лучшие гонщики уезжали домой на снегоходах, а чемпионы – даже на автомобилях. В этом году в качестве главных призов – денежные сертификаты. Тройка победителей в женской гонке получила сертификаты на сумму 50, 75 и 100 тысяч рублей соответственно. Ну что, где же ваши бурные облагосветы? Аналогичные призы получили победители и призеры среди юниоров и ветеранов. Победители в свободном классе и в гонке на снегоходах «Буран» получили 250, 200 и 150 тысяч рублей соответственно. Традиционно расходы на закупку призов и организацию праздника взяли на себя спонсоры. Благодаря недропользователям и большой работе организаторов, традиция, которая берет начало в 1996 году, продолжает жить.